Так, ну что, всем привет, ребят, записываю второй раз видеоролик по BNB, потому что я единственный раз не проверил, что я не проверил звук, и в итоге я глянул, что у меня был выключен микрофон, ну охренеть просто. Ладно, повторю вкратце, надеюсь, в этот раз ужму видео вместо 8 минут, у меня получится минуты 4, в общем, что я говорил, что по поводу BNB, я считаю, у него огромные перспективы, отличный проект, доказавший свою честность и надежность, на котором можно делать большие деньги, это был ETH.io. В этом проекте работает топовая команда по трейдингу, что показывает одни из лучших результатов на рынке кайпты. В день на этом проекте можно делать от 3 до 9% ежедневной прибыли с возможностью в любой момент вывести весь свой вклад с дивидендами. Я лично вложил в данный проект 8 эферов и получаю ежедневно по 9% прибыли. Могу с уверенностью заявить, что проект надежный, быстро обрабатывает выводы и дает людям хорошую возможность заработать. Ссылка на проект в описании под роликом. Если посмотреть на месячном таймфрейме, то видно, что у нас здесь идет борьба. Пытаемся мы как-то закрепиться и, соответственно, я жду какую-то консолидацию и потом дальнейший выход наверх, особенно на недельном таймфрейме. У нас произошел отскок, я жду какую-то консолидацию и потом дальше перехай вот этих отметок. Здесь у нас было 692 доллара практически. Вот, дальше, соответственно, у нас здесь офигенное накопление в виде двух недель. Сейчас повторюсь, как я говорил в том видосе, сейчас у нас получается ситуация похожая как по ZCash, то есть один в один абсолютно тоже здесь две недели накопления, видите, да. Потом здесь по Monero аналогичная ситуация, то есть многие недооценивают данные монетки, то есть и, соответственно, в плане средний срок, я считаю, тоже можно будет BNB торгануть. Вот, и можно будет здесь взять, ну давайте глянем с текущих отметок, ну как минимум 2x, я думаю, взять можно будет. Вот, что я хотел сказать по поводу того, что сколько BNB будет стоять. Стоял он здесь, смотрите, полтора месяца, где-то 39 дней, и я замерял, соответственно, сколько мы здесь будем стоять. Здесь мы будем стоять, ну давайте глянем, 39 дней, это приблизительно 27, там 28 июня получается. Если же, допустим, предположить, что мы будем стоять, там, к примеру, 2 месяца, ну 2 месяца это где-то будет у нас 18 июля ориентировочно, то есть будет какая-то здесь консолидация, может даже вниз провалят, я не исключаю того фактора, что могут провалить вниз, поэтому оставьте часть фиата и на этот случай. Вот, поэтому, ну лично мое мнение, валить уже не будут, но может быть всякое на рынке крипты, поэтому то, чего мы не ждем, обычно может случиться. Вот, поэтому могут опустить цену как на 250-200 и, соответственно, потом после этого какая-то консолидация, выход наверх и уже перехай. Вот, ну, чтобы не заниматься рисованием, да, не быть голословным, я показывал, например, еще, как здесь мы отстаивались, ну, порядка где-то недели, дней 10, то есть аналогичная ситуация у нас была по биткоину, я показывал это тоже. Ну, то есть графики абсолютно идентичны, видите, что по Zcash, допустим, тому же самому. Вот, мы стояли там в марте месяца, здесь тоже около недели, ну давайте Monero глянем. Вот, здесь то же самое, ну, приблизительно здесь как раз 2 недели, вот, по Monero было. Вот, поэтому по BNB я считаю, сейчас мы отстаиваемся, конечно, подольше, здесь у нас дней 8, да, получилось, а сейчас мы стоим уже, получается, около 2 недель, и я думаю, это может все затянуться на месяц, а то и на 2. То есть, ну, как я и сказал, либо 28, либо 27 июля, либо, соответственно, 18, ой, вернее, июня, либо 18 июля, вот. То есть это, получается, уже 3 недели июля практически пройдет, вот. Ну и как минимум, я думаю, в плане среднего срока можно будет заработать на BNB-шке тоже, вот. В этом году я, на самом деле, я уже обсуждал неоднократно, что жду перехай все-таки вот этих отметок 680, ну, опять же-таки, тот же Zcash, там, я показывал, что он может достичь отметок и в 2, и в 3 тысячи долларов, все это может быть, и, кстати, я еще, когда видос первый раз записывал, вот, здесь у нас, получается, с 10 долларов до какой-то масштабной коррекции, то есть здесь, смотрите, 20-30%, ну, то такая фигня, вот. А если вот здесь, вот здесь у нас была коррекция, ну, давайте, 40% где-то, вот, уже такая более-менее существенная, там 40-45%, ну, такое, грубо говоря. Вот, поэтому достигли мы отметки в 330 долларов, ну, то есть, во сколько мы, если с текущих, то это приблизительно, здесь, получается, в 30 раз, там, ну, даже чуть больше, если с текущих в 30 раз, это где-то, конечно, 9 тысяч долларов, но если даже предположить, что мы в 10 вырастем, это где-то 3,5, ну, 3 тысячи долларов пускай будет. Я, ну, убежден, что такие отметки когда-то будут, но, опять же-таки, это будет не в этом году однозначно, все может быть, но я сомневаюсь, что в этом году мы, это слишком большая капитализация, и влив в данную монету конкретно нужен, да, и вообще в рынок крипты. Вот, и биржа Binance, понятное дело, она одна из первых, если не самая первая, в плане, там, я имею в виду, может быть, там, обслуживания клиентов, и вообще в плане безопасности и популярности, вот, и в плане удобств и так далее, вот. Хотя биржу Binance тоже взламывали, это было, я не помню, то ли 2, то ли 3 года назад, что-то такое, вот. Я уже точно не вспомню сейчас. Вот, поэтому в плане Binance Coin, я в нем уверен, что в этом году он может достичь отметки в 1000 долларов, поэтому, ну, если кто хочет среднесрочно его торгануть, опять же-таки, можно будет, там, 3 икса взять свои, или, там, 2,5, 2 икса, если кто хочет, там, можно будет взять вот здесь вот свои же 2 икса в плане среднесрока. Вот, но, естественно, лучше по ней закупаться в долгосрок, и поэтому такие дела. Я, естественно, по Binance докупался и здесь, и здесь, то есть, опять же-таки, я свои монеты не продавал, я не смотрю на то, что у меня там в долларовом эквиваленте все это упало, я накапливаю монеты. Вот, и я придерживался и до этого такой стратегии, поэтому, если у кого-то там портфель просел, и если кто-то заходил здесь в плане среднесрока по моей рекомендации, я говорил, что монетка находится в хаях и достаточно высокоисковая инвестиция. Знал ли я, что здесь будет коррекция? Нет, не знал. Вот, этого не знал никто, понятное дело, я ждал ее, но я думал, она, скорее всего, будет где-то либо в июне, либо в июле. Я где-то так ее ждал, но, как вы понимаете, все крупный капитал делает вопреки нашим ожиданиям, и, естественно, провалил он данную монетку, ну, вообще не данную монетку, а в целом, рынок в целом, да, тот же биткоин и так далее намного раньше. Вот, ну, с одной стороны, это хорошо, то есть мы сейчас скорректируемся и потом дальше ждем дальнейшего роста. Вот, поэтому я считаю, сейчас офигенная возможность докупиться, опять же таки, частично. Могут ли еще провалить? Да, могут, но вместо того, чтобы сидеть и гадать, будут провалить, либо еще оставьте часть фиата, но если не хотите оставлять часть фиата, ну, окей, то есть закупитесь сейчас, я считаю, сейчас, ну, довольно-таки хорошие отметки по 350 долларов там купить, никакой проблемы в этом нету, опустят ниже, ну, окей, докупитесь еще там по 320, по 300 долларов и так далее. Если хотите все-таки подождать, если цену все-таки свозят на 250-200 долларов или, может, даже ниже в моменте, ну, окей, оставьте часть фиата, проставьте лимитники и так далее. Вот, у меня уровни стоят, можете по ним проставить. Вот, поэтому, ну, я все-таки убежден, что, скорее всего, пролива не будет, все может быть, я могу ошибаться, я, как бы, не то чтобы стопроцентно знаю, у меня есть какой-то инсайт, ничего такого нету, но в плане того, что мы нашли здесь зону поддержки и ситуация повторяется, вот реально, как в марте месяце, мы здесь отстаиваемся и потом ждем дальнейшего роста. Поэтому, если предположить, что мы все-таки будем по 2-3 тысячи долларов, то это, опять же-таки, тот же Zcash, но это будет через 2-3 года, это как минимум, а то и через 5-10 лет, потому что, ну, на данном этапе капитализация крипты, еще все-таки отстает от фондового рынка и так далее. Вот, поэтому на данном этапе, я считаю, хорошая возможность частично докупиться по Binance Coin, то есть, биржа Binance будет набирать обороты, особенно, когда крипта опять пойдет в рост, и все-таки Binance Coin, я считаю, сильно недооценен. Вот, я, кстати, еще говорил по поводу TVT, тоже TrustWallet токен, сильно недооценен тот же SafePal, тоже аппаратный, ну, вернее, не тоже, аппаратный кошелек, а TrustWallet, то мобильное приложение. Вот, тоже здесь офигенное накопление, многие недооценивают, что вот, мы там стоим всего лишь 4 месяца, или тот же AIF, вот, как бонусом вам монетки тоже даю. Вот, многие недооценивают, что здесь 4 месяца почти накопление без одной недели, и потом, когда мы сделаем, ну, я жду 2-3x как минимум, ну, в идеале, конечно, 4-5x, сделает ли 10x, ну, посмотрим, может, даже больше. Вот, но когда все начнут покупать, когда монета выйдет за 5 центов, 5,5 и 6, вот, пока он стоит здесь, все говорят, а, фигня, зачем его покупать, рост это нету, надо же покупать, когда у нас там, ну, как по Dogecoin, да, там было, то есть все закупались на вот этом росте, на хаях закупали, думали, что будет еще дальнейший рост, ну, то есть это идиотизм, понимаете, когда у нас идет такой мощный памп, несколько дней подряд люди не понимают, что надо фиксироваться хотя бы частично, а не заходить в покупки, но, как бы, это хомячее мышление не убьешь, пока не обожжешься, либо, соответственно, ну, как бы, пока не разберешься в этой теме. Вот, поэтому по BNB, я считаю, можно смело докупаться, в плане долгосрока провалить ниже, ну, окей, оставьте фиат, докупимся еще, то есть какие проблемы. Вот, поэтому такие дела, считаю, сейчас максимально оптимальная цена, чтобы закупиться после коррекции в 50%, понятное дело, не за вы не закупите, там те же минус 70%, но хотя бы минус 50% скидка, почему нет, сейчас офигенная цена для того, чтобы закупить. Вот, ну, кто с этим не согласен, ну, окей, не докупайтесь, я докуплюсь, как бы, и остальные люди, понимающие, которые видят здесь зону поддержки в виде 280 долларов, 300 долларов, мы находимся в этом накопительном канале и жду дальнейшего роста после перехая 400 долларов, ну, и потом мы же пойдем на перехай, пробьем вот этот канал, и, соответственно, ждем перехай и ту же 1000 долларов, там, 900 долларов и так далее. Вот, всем удачи, всем пока, ну, и закупайтесь по данной монете. Кстати, видос на 9 минут вышел, хотя я тогда, вроде бы, уложился меньше, но ладно, в этот раз хотя бы звук есть. Ну, в принципе, все, что я говорил в том видосе, повторил в этом, но даже более, скажем так, постарался лаконично, но получилось на 9 минут вместо 8. Вот, всем удачи, всем пока. Надежный проект, в котором я зарабатываю по 9% прибыли в день, это был itaha.io. Ссылка на проект в описании под роликом.